здравствуйте один из немногих кто проснулся и начал задавать правильные вопросы всем привет люди вот глядите хотел вам показать по вот этой вот дороге ежедневно вывозится более 10 лесовозов кедрача и сосны по 40 кубов задумайтесь ежедневно нашу тайгу район васюганского болота томской области отдали на 50 лет вывозить наш лес что интересно будет через пять лет через 50 лет с нашим лесом там будет просто степь как в астрахани просто весь лес кедрач ему цены нету этому лесу его просто пилят можно сказать на дрова на пиломатериал и вывозят по 400 по 500 кубов сутки через 50 лет этого леса не станет почему все это всем безразлично почему потому что никто на интересуется политикой блять чему местным жителям нельзя ничего брать а им можно почему они могут зарабатывать миллиарды а местные жители даже 50 тысяч не могут заработать почему мы не можем себе взять этот лес на строительство они могут взять на что угодно почему все у всех везде подвязано почему все везде куплено почему кругом коррупция почему с этим никто не борется потому что все политикой не интересуются блять нашу тайгу просто за 50 лет всю вывалят и там будет степь совсем похуй сталин принял страну сахой оставил с атомной бомбой путин принял страну с атомной бомбой и делает из нее степь в подольске 20 тысяч человек остались без отопления в 20-ти градусный мороз местные жители вышли на улице попросить дать им отопление подписать петицию а путин прислал ментов люди вышли подписать петицию он милиция уже приехала не дают ничего делать он приехали быстренько прислал ты бы лучше нам так быстрее отопление дал бы как вот ментов прислал ну за кого голосовали того и прислал не имеющий аналогов защита бтр из деревянных палок и сетки рабица то ли против дронов то ли чтобы экипаж не сбежал шайгу герасимов чтобы не сбежали лучше люки им заварить курск 3 января давка за бесплатными конфетами 150 километрах от курска война идет люди гибнут а куряне давят друг друга из-за бесплатных конфет а то это нормально а 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 там детей подавили вообще ужас а раздавали бы яйца бесплатно наверное и по ножовщины бы дошла я думаю что нам нужно собрать силы и бороться против этого и наконец-то освободить от него российскую федерацию ой блять это ты так думаешь на хуй а в итоге шо будет блять просто нахуй сядет венглете 5 сука наши строки буду сидеть и блять вам и вот и мы всеми як этим и блять управлять и нахуй за кого угодно то за дунцов за надежды на если даже вы станете из могилы явлинский даже за него можно проголосовать за кого угодно но кроме конечно этого слуцкого который но совсем я так понимаю насильника уже совсем зашкаливает уже невозможно просто даже смотреть на этого человека на зомби похож за всех остальных нужно собраться и голосовать самый большой роддом в перми воздуха наберите это фильм один из самых больших медицинских центров и я нахожусь у приемного отделения родильного дома это опять же один из самых больших в городе и хотел вам показать настоящую заботу государства и о детях и женщинах по всей вероятности из какого-то здания фасадная плитка обвалилась и уложили ее единственное место где люди из всех вот этих вот отделений на улице могут посидеть это вот мы его видим и что еще очень приятно это вот чтобы чубоны сюда могли кидать куча здесь деревьев которые я думаю что они не с 90-х лет а то еще с каких-то более ранних времен и вот такое здание здесь еще интересно на свинарник тоже не похоже если был бы нормальный хозяин я думаю он бы не стал здесь держать даже животных и сейчас посмотрим что это на самом деле а вот на самом деле вот что это такое путинской россии да согласен если бы фермеру предложили держать здесь своих поросят он бы скорее всего отказался буханочка за миллион четыреста ржавчина покрылась за два года первое что показывает у нас козырёк над лобовым стеклом смотрите это все наружная ржавчина машине два года неужели нельзя вот эти места обрабатывать грунтом хорошо красить обрабатывать герметиком смотрите что творится продолжение крыши и здесь уже даже не то что поверхностная ржавчина здесь уже начинается такая знаете коррозия вот смотрите что творится никакого герметика Никакой обработки вообще нет. Не, ну как это нет обработки? Ну я же вижу, напильником дверной проем подточили. А что такое герметик? Зэки из колонии даже не знают. Низ дверей выглядит вот таким вот образом. Здесь уже ржавчина вверх 5 сантиметров и вбок сантиметров, наверное, 10. Также начинают ржаветь стыки, швы. Естественно, никакого герметика. Убогая сварка, которая трескается вот так вот. Вот этот крепеж, это у нас фиксатор двери. Раз захлапывается, он весь полностью ржавел. От него начинает идти ржавчина вниз сюда, уже по кузову. Два года мне сейчас надо эту деталь покупать новую. Ну что это такое? Вы посмотрите, что она превратилась. Два года. Потерпеть просто еще надо. Годик-два. Чуть-чуть. А там китайцы захватят сборочный цех. Научат, как правильно надо делать. Сейчас по поводу сварки. Вот у нас сварочный шов. Все, видите, сварка начинает трескаться. И в этих местах начинает все ржаветь. Защита углов из ДВП на саморезах. Ну, спасибо. Ну, какое ПВО? Такая и защита углов на саморезах. Жители Белгорода не дадут соврать. Показываю крылья и показываю просто огромную проблему всего УАЗа полностью. Смотрите, крыло, боковина, нету герметика. Крыло, низ, нету герметика. Все сварочные швы, нету герметика вообще нигде. Отторгает, отторгает русский автомобиль иностранный герметик. Русская земля отторгает асфальт, русский автомобиль отторгает герметик. Раньше был железный бампер. Сейчас поставили вот эти вот пластиковые крыльки. Вот там вот есть трубка такая алюминиевая. Она раз открутилась, здесь все бензином залило. Я закрутил. Через полгода второй раз сама открутилась. Опять закрутил, но сейчас вроде все нормально. Раздатка, друзья, вылетает. Вы включаете вторую пониженную передачу. Там где-то грязь, тяжелые условия. И просто все это на ходу с хрустом, с грохотом вылетает. Я думал, что коробка отлетела. Включаешь опять, разгоняешься, где-то хочешь грязь проскочить. Она опять вылетает. И это просто до бесконечности. Бесконечно, получается, можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода. И как на буханке постоянно вылетает раздатка. Здравствуйте, друзья.